Давайте посмотрим, вот здесь специальный министерал, вот такой множество, каким образом вот эти вот идеи линейной алгоритмы помогают в изучении его проеческих чисел. Корень и звук — это такое самое-самое пустое, понятное, проеческие числа. Длина, дорога, липога, составы, отель. Вот давайте сейчас поймем, каким образом идеи, вот, про линейное отражение, работают в изучении его проеческих числах, когда они имеют в виду проеческих числах. Можно было бы разбирать много примеров, и, в общем, когда будете знакомиться с вот проеческими числами, обязательно отбирать много примеров. Мы, пожалуй, сейчас ограничимся такими примерами, когда добавляешь число «и» и получаешь это измечество. Когда к множеству рациональных чисел добавляешь кублический кодин везде, который не избегается. То есть, например, «и» и «и» и «и», давайте еще один такой, рассмотрим немножко экзотический пример, но хочется. Расстанство каталионов получается так. Надо взять и добавить к комплексным числам новое число «и». Но при этом «и» и «ж» обладает такими свойствами, что оно в квадрате равно минус единице, и при этом «и» и «ж» равняется минусу «ж». Вот. Давайте вот эти четыре примера я сейчас покажу. Смотрите, начнем с точки зрения двух. Когда я учился в учительнице математики, их было много, одновременно с классом было много разных людей, но вот одна из тех, кто работал с моим классом, Татьяна Владимировна Тушайна, рассказывала свои детские воспоминания, что когда она начала учиться, то ужасом было прозвучавшее от Калмогорова на лельце Калмогорова прозвучавшие слова «давайте рассмотрим вещественное число как гомотезию, которая все вещественные числа в это число раз увеличивает». Если так надумать, ничего страшного не было. Просто в школе я настолько жестко заставляю думать вот так, 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 что любая попытка думать по-другому приводила к ужасу. «Господа, а давайте мы сейчас будем воспринимать для начала единицу как отображение, которое любое число вида х плюс х и кармель из двух оставляет на месте, переводит в это самое число х плюс х и кармель из двух. Единица вообще ничего не нужна, это все зависит. А вот корень из двух давайте себе воспринимать так. Ну, умножаем вот это на корень из двух. Получается 2у плюс х кармель из двух. Так, я уже сразу же сказал ответ. У нас было все здесь, х плюс х кармель из двух, и сюда, то есть я стрелочку, в 2у плюс х кармель из двух. Вот. Как это записывается в виде матрицы? Если у нас есть столбец матрицы вверх, то вот это отображение записывается очень просто, как единичная матрица. Единичная, если делена единицей, а фейтер на левую. И все понятно. Вот. Это вот так верхняя точка снимается. А вот корень из двух, как по-другому. Мне нужно после умножения столбца x и y получить такой столбец. 2y, а здесь x. Ну, что же это будет такое? Это будет 0,2. Да? Здесь будет 1,0. По-моему, по-моему, как строка на столбец будет двоимые, строка на столбец будет x. Отлично. А теперь вопрос. Что будет, если вы воздействуете числом a плюс b корней из двух? На из коков. А плюс b корней из двух. Умножаете на x плюс y корней из двух. Ну, вообще-то легко просто перевножить посчитать. Смотрите. А другой способ такой. А давайте мы и просто скажем, что а, это же а, он может тратить. Значит, надо вот эту строчку, перевножить на а. А здесь b корней из двух. Это ответ на крошку, умножить на а. И у нас получается совершенно замечательная трансляция. Вот здесь, а плюс b корней из двух. Мы отображаем в такую матерцу. А, 0,0,а плюс 0,2b, b, 0. Понятно? Тут они как углубы, поэтому я даже в форме, я ничего не репутрую. А здесь будет 2b, а здесь будет 2b. Господа, оказывается, изучать какие матрицы вида а, 2b, ba и изучать числа вида а плюс b корней из двух, где а и рациональные числа. Это одно и то же. Вы скажете, что с корней из двух привычек нет. Ну, вопрос там не так. На самом деле, некоторые вещи, в общем, здесь тоже просто объясняются. Например, у этой матрицы есть след. И этот самый след, это число 2а. Кто знает, что есть спряженное? К числу а плюс b корней из двух есть спряженное, а минус b корней из двух. Так вот, сумма числа из спряженного на это как раз след. Оказывается, что ряд проечественных числов всегда будет так. Вообще, господа, если брать не корень из двух, а любое агроническое число, присоединить его к рациональным числам, то это самое агроническое число будет действовать на векторном пространстве. Понятно, да? И у нас получится такая история. Я сейчас выпишу вот этот вот ответ злодобов и пойду избирать другие случаи. Итак, один случай я полностью разобрал. Отображение оказалось очень понятным. Отображается матрис. Кстати, советую не плениться, перемножить два таких числа, перемножить матрицей и проверить, что все совпадет. То есть, конечно, должно запасть, но вот тренируйтесь, проверьте, что действительно все хорошо. Давайте посмотрим случай образа числа. Я напомню, что когда у вас есть плоскость, то комплексные числа мы называем точку на этой космосе. При этом их партнерация, это минус единица. И умножение комплексных чисел определено на следующий вопрос. Ну, много где нужно узнать. И у нас в этом альбоме есть рассказ о том, что только комплексное число. Это такая стандартная математическая тема. Высшая цель ее неважная. Я сейчас не буду занять цель ее на выяснение. Именно потому, что в очень больших количествах есть, можно это узнать. А теперь вопрос. Что же это за матемия? При умножении, которое на столбец с y, получается ах минус в у, ах минус в у, ну, вообще дело не хитрое. Это астолбец. Астолбец, это вот такая а-б-б-а. Между прочим, если а равно единице, давайте я отдельно лучше, и в равно единице, то это получается такая матрица, единичная, 1, 0, 1, если же у нас b равна единице, а равно единице, то получается, молодец, 0, минус 1, 1, 0. Вообще-то вот эта матрица, 0, минус 1, 1, 0, соответствует повороту на 90 градусов. И так очень часто говорят, когда объясняют, что комплексное число, и можно себе представлять как поворот на 90 градусов, а единицу как преобразование, которое все оставляет на месте. И вот одно отображение. Число а-б-б мы записываем в следующем образе, в виде матрицы. А будет преимущественно соответствовать такой матрице. А-б-б-а. Понимаете? Множество всех матриц размеров 2 на 2. Четырехмерных. Вот такое множество. Матрица витана минус 2 на 2. Двумерных. При этом, смотрите, пожалуйста, когда вы случайно матрицу 2 на 2 умножаете на матрицу 2 на 2, у вас запросто можно получить, что произведение не коммутативно. А вот для областных числов произведение не коммутативно объяснили все. Теперь протонионы. Протонионы – это четырехмерное пространство над полиумом вещественной числе с базисом 1 и ЖК. При этом И2, ЖК, К2, К2, это минус 1. Умножаются И на ЖК, ДНК, ЖК, К2, И, И, К2, это ЖК. То есть, когда я это уже почасовой следують, то произведение – это следующее. А в обратном порядке, наоборот, ЖЕ – Минус К, К2 – Минус И. И, К2, это минус ЖК. Идея сейчас… Не нужно доказывать, что это тело, то есть, что можно делить на любой, на любой элемент. Это несложно, но сейчас не хочу отвлекаться. Хотя, про ватальмон, я очень советую вам дарьбу у нас есть, в котором там все рассказано. Ну и вообще, популярная тема, замечательная вещь. Тело ватальмонов – очень важная, красивая штука. Так вот, сейчас давайте возьмем следующее. Любой ватальмон можно записать в таком виде. А – это предназначенное число, плюс Ж умножить на другое комплексное число. Объясняю, почему. В таком виде записываются элементы в рождении демниц и И. А вот так записываются эти элементы. Почему? Потому что если в качестве Б берешь вещественное число, то это будут кратные Ж. Если в качестве Б берешь И, то, как вы помните, Ж умножить на И – это минус К. Знаете, почему тут получаются все кассовые вещественные рефициенты? Да, все коммунные вещественные число. Вот. А теперь сделаем простой пример. Посмотрим, как действует А плюс Ж на Х плюс Ж, где А, В, Х, У – это нечисленное число. А, В, Х плюс Ж, В, Х. Пока все понятно. Плюс А, Ж, У, плюс Ж, У, плюс Ж, В, Ж, У. Ну, смотрим. Вот это комплексное число, поэтому мы делаем с учреждением. Это комплексное число, стоящее после Ж. Тоже делаем с учреждением. А вот в этом месте надо поменять местами. Но как менять местами? Вот если бы А было вещественное число, то просто поменялось. Вещественное число коммутируется, и Ж. А если А – это И умноженное вещественное число, то надо сменяться. Поэтому, вот в этом месте надо заменить на сопряженное число В. Хорошо. А здесь то же самое. Надо заменить число В на сопряженное, и после этого Ж на Ж и даст минусом. Не доставим. Итак, это поэкспряженное множество. Как это записать при помощи матрицы? Международной гон. Мы берем столбец и кс-в. И смотрим, на что его надо помножить. Вот она формула. Смотрите. Кватернион А плюс Ж и Б оказывается естественным записать вот в таком виде. Сказать матрицу. То есть изучение матрицы такого вида, где А, Б – любые гонки с ней числа, это на самом деле то же самое, что изучение тела Ватронёв. То же самое, что изучение тела Ватронёв. Я обещал четыре примера. Три уже разобрала. Почему, по-моему, они были довольно симпатичные. Все время были матрицы размера квадрата. Теперь корень кублический из Д. Давайте сначала обсудим, что такое круглые скопки. Здесь написано круглые скопки. Имеется тут следующее. Представляете себе, например, термоз. В принципе, здесь можно взять любое число, из которого не извлекается кублический коль. Например, два. Так вот, что значит круглые скопки? Это значит добавить к множеству основных часов в кублический коль. А также всевозможные суммы, произведения, разности и частные. Вот если бы я написал квадратные скопки, то это означало бы, что нужно добавить только произведения, разности и суммы. Так вот, оказывается, что это не нужно. Так вообще для любого количества числа. А на кублическое число это означает, что единственные кольщики с акционными клицентами не для корня, который является числом. Там, на то, что это их субминуты. Давайте, во-первых, поймем, что это за вид. Это множество всех чисел вида. Так еще, у меня надо делать все кублические кольки. Давайте я виновую значение. То есть это это. Так вот, А плюс В это это плюс С это квадрат. Где А в Б и С любые акциональные числа. Почему это множество действительно равны Т? Да, очень просто. Когда такие выражения умножаете, то Т в кубе, когда это будет появляться, надо заменять на Т. И все степени большие, чем 2, могут превращать другую первую лизу. Вот вопрос, почему можно делить. Все очень просто. Если вы вот такое выражение обозначите как многочлен от этого, то есть многочлен более чем 2 степени, да, то можно рассмотреть наибольший общий делитель вот такую штуку. а плюс b плюс c х квадрат х переменная и х кубе минус d х кубе минус d неразложим на 3 членов, потому что я сказал, что корень не должен неразложим на 3 членов неразложим на 3 членов, а это означает, что наибольший общий делитель это единица. А есть важнейшее утверждение о многочленах. Множество многочленов является хриговым кольцом, там наибольший общий делитель представлен в таком виде вот этот многочлен умножить на какой-то плюс это будет единица. То есть можно написать а плюс bx плюс c умножить на какой-то многочленов плюс x кубь минус умножить на какой-то там другой многочленов тоже с рациональными коэффициентами. И это будет единица. Это тоже для многочленов. А теперь сюда вместе подставьте кубический корень из d и получится это будет 0. А здесь будет какой-то другой режим. Значит а а а т это единица деленная на а плюс b т 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 . У теперь надо сделать для того чтобы было так в предыдущих тifice да очень просто Мы должны посмотреть, как действует вот такой элемент на x плюс y тета плюс z тета квадрата. Ну, не сложно. Это просто вычисление. На самом деле можно было расписывать это отдельно для единиц, для тета и для тета квадрата. Можно просто расписывать все скобки. А можно так? Можно сказать, что, очевидно, единица, если взять единицу, соответствует просто-напросто единичная матрица. Потому что единицу умножить на x плюс y тета плюс z тета квадрата, это, конечно, не нужно. Элемент тета соответствует тоже, понятно, что. Ведь что будет, когда умножить на тета? У нас произойдет такой сдвиг. Получится x тета плюс y тета квадрат. А здесь получится 0 0 d 1 0 0 0 1 0. Ну и давайте умножим вот это вот выражение на тета квадрат. Один раз мы уже умножили на тет, значит, надо еще раз умножить. Получится d тета плюс x тета квадрат. И здесь будет d и здесь будет d и здесь будет 0 d 0. Так, матрица получается такая. Значит, здесь у нас d y, поэтому будет 0 d 0. Коэффициент при тета квадрата, это д z, поэтому здесь будет d, здесь будут 0. И, наконец, коэффициент при тета квадрате, это у нас просто на пусто единица. Это будет единица 0 0. Так, а теперь простая вещь, это надо умножить на a, вот это надо умножить на b, а это умножить на c. И написать ответ. Посмотрите, как пишет ответ. Значит, единичная матрица умножена на a. Получилось a, a, a. Теперь вот ту матрицу, которая соответствует вот эти, а вот это, напомню, соответственно, вот эта квадрата. Вот это умножить d b. Получится 0 0 b, я напомню, что a, b, c это буквы, ну, то есть, может быть, другое значение. А d постоянно начинает. Вот здесь у нас b, вот там вижу. И теперь вот это надо умножить на c. Получится cd. Тут вот получится cd. И здесь c. Вот такая матрица. Вот такая матрица. Посмотрите, изучение вот такого поля, то есть расширение третьей степени поля в данных числе. Оказывается, это то же самое, что изучение вот этой матрицы. Кстати, чему равен след этой матрицы? 3a. След это 3a. Вот здесь след был 2a. Продолжение следует... Продолжение следует...